В этом видео удалось достать на тест одни из самых популярных бюджетных смартфонов. Это Tecno Spark 30, Tecno Spark 30C, а также Tecno Spark 30 Pro. Сегодня протестирую все эти смартфоны, найду недостатки, а также плюсы, и мы наконец сможем понять, стоит ли их покупать и какой выбрать именно тебе, а за какой не стоит переплачивать. Поехали! Упакованы телефоны очень хорошо, все в таких вот пакетиках приятных. Открываем, здесь также есть наклеечки со всеми характеристиками, здесь видно, что AMOLED дисплей 120 Гц, также процессор MediaTek Helio G100, довольно мощный процессор. Здесь вот переливается такой градиент, на мой взгляд, прям очень красиво. Опять же, очень удивляет цена смартфона, потому что все, на мой взгляд, выглядит прям намного дороже. Ну, посмотрим, как это еще будет работать, конечно же. А это у нас самая бюджетная модель, это Spark 30C. Здесь у нас камера 48 Мп, Sony IMX 582, также частота до 120 Гц. Ну и Tecno Spark 30, это такая, можно сказать, самая универсальная модель, со средненькой ценой и характеристиками, в принципе, тоже довольно интересными. Здесь камера уже 64 Мп, это Sony IMX 682, MediaTek Helio G91, то есть, значит, поиграть в этот телефончик все-таки можно и даже неплохо. Также есть стереодинамики, яркость экрана 800 нит заявлена, и также аккумулятор на 5000 мАч. Для начала предлагаю посмотреть на комплектацию всех этих смартфонов, и первым делом нас встречает гарантийный талон, так как смартфоны представлены официально на нашем рынке, то здесь действует гарантия, и даже вот расширенная, плюс один месяц. Также есть инструкции, но это мало интересно. Положили, вот уже очень приятненько, конечно же, в комплект нам чехол. Чехол такой, ну, простой, резиновый, но в целом довольно-таки приятный. Если давайте попробуем надеть, такс, ну, кстати, так плотненько, прям плотненько, хорошо сидит. Ну, конечно, в чехле телефон уже не такой красивенький, но в целом очень даже неплохо, приятненько. Также блок питания с зарядкой в 33 Вт, это очень круто, здесь это все указано, он довольно-таки массивный и прям очень приятный, качественный, это ощущается. Также здесь есть скрепочка вот такая вот для того, чтобы доставать слоты для SIM-карт, здесь их, кстати, две во всех телефонов. И под ней лежит кабель питания, значит, у нас USB на USB Type-C. Конечно же, здесь у нас вставляется USB, в телефон вставляем Type-C. Ну и давайте посмотрим теперь самую бюджетную модель Spark 30C, с чем же отличается комплектация. Итак, здесь тоже встречает нас инструкция, также гарантийный талон, также на 12 месяцев плюс один. И что очень интересно и приятно, здесь есть защитное стекло в комплекте, это прекрасно. Также есть чехол, и не обделили и дешевенькую версию. Точно такой же, кстати, чехол, тоже довольно приятный, качественный. Блок питания уже не такой серьезный, здесь у нас блок питания на 18 Вт, но при этом он тоже очень качественный и на ощупь приятный. Ну и также кабель для зарядки и скрепочка для того, чтобы достать SIM-карты. Ну и что-то мне подсказывает, что у стандартной версии Tecno Spark 30 комплектация не будет отличаться от 30C. Давайте посмотрим, также гарантия на 12 месяцев, инструкция. Да, точно такой же чехол, приятный, хороший. Точно такая же зарядочка на 18 Вт, но это, кстати, тоже довольно быстрая зарядка, если что. И кабель питания, и также скрепочка для SIM-карт. В целом наборы у всех хорошие, давайте скорее включать смартфоны и тестировать, и еще раз тестировать, потому что очень интересно, что из себя представляет бюджетная линейка смартфонов, о которой все так хвалят. Итак, дорогие друзья, вот прошло несколько дней, я попользовался всеми этими телефонами, а также провел такой вот интересный тест. Я зарядил их все на 100%, включил Wi-Fi и одинаковые функции. И давайте посмотрим, сколько процентов осталось спустя 36 часов. На Pro версии 93%, на версии Spark 30C у нас осталось 88% заряда, и на версии Spark 30 у нас осталось тоже 88% заряда. Дальше я еще проведу интересный тест, я запущу видеоролики на всех смартфонах одновременно, и посмотрим, сколько памяти у них останется спустя час такого просмотра. Но пока Pro версия показывает себя более энергоэффективной, хотя аккумуляторы в них одинаковые. А теперь предлагаю более подробно посмотреть на все смартфоны, и начнем мы с самой бюджетной версии Spark 30C. Телефон, на мой взгляд, получился очень красивый, задняя крышка вот так вот переливается, она не маркая и также довольно приятная на ощупь, такая матовая. У меня видео версия на 256 гигабайт и 8 гигабайт оперативной памяти. Также у данного смартфона есть варианты на 128 гигабайт встроенной памяти, а также на 6 и 4 гигабайта оперативной памяти. Экран 120 Гц, 480 нит яркости, это довольно-таки неплохо, проблемы могут возникнуть только на очень ярком солнце. Здесь 8 мегапикселей фронтальная камера, а также 48 мегапикселей основная камера с сенсором от Sony. Посмотрим, на что она способна. Я уже наснимал на самом деле видеоролики, как видите, да, все приближаем. Качество хорошее, 48 мегапикселей, это серьезно. Далее у меня будут уже более серьезные тесты этой камеры с видеороликами и так далее, все покажу. Также телефон максимально функциональный, я думаю, по фоточке многие заметили, что здесь есть NFC, и это все за 10 тысяч рублей. Также здесь есть одна очень полезная и удобная вещь, чего не хватает во многих телефонах, а именно инфракрасный датчик. То есть данный телефон можно использовать вместо пульта к любому электронному устройству, то есть будь то телевизор или что-либо еще. Также за счет большой батареи в 5000 мАч здесь, конечно же, очень хорошая автономность. По функциям вообще вопросов нету, есть в принципе абсолютно все. Работает все на 14-м андроиде. Работает система действительно быстро, есть магазин приложений, откуда можно скачать все, что угодно. Вот я уже скачал ТикТок, скачал игры. И опять же, несмотря на то, что это бюджетная модель, все здесь работает очень быстро, очень плавно. Вот, например, ТикТок, запускаем. Все без лагов, все быстренько, красивенько. По звуку, кстати. Вот женщина, я так понимаю, худеть собирается. Надеюсь, у нее получится. Значит, по поводу звука, что хочется сказать. Здесь у нас стереодинамики, качество очень хорошее. Смотреть прям более чем приятно. Они очень громкие, я думаю, вы сами заметили. Также по производительности можно поиграть в игры. Конечно же, в какие-то очень тяжелые игры поиграть у нас получится только на низких настройках. Но, например, в таких вот простых играх со средними настройками все работает без проблем. Итак, вот идет загрузка карты. Как видите, все довольно-таки быстро. Вот у нас все загрузилось и поехали. Я не очень любитель играть в такие игры, поэтому извините. Но просто пытаюсь показать, что ничего не лагает. Так, мне научится ходить здесь. Так, вот все стреляет. Что-то бегаю. О, какой-то враг. Все, смотрите, мы победили. Мы победили врага. В общем-то, вы видите, да, что ничего не лагает. Все двигается, все хорошо. Даже несмотря на то, что здесь довольно-таки бюджетная начинка. Здесь все равно можно даже поиграть в игры. Яркости дисплея, конечно, здесь хотелось бы немножко побольше. То есть, ее достаточно. Но все-таки, если на солнце, то немножечко не хватает. Камера здесь тоже неплохая. И давайте, наконец-то, не вернемся. Сейчас я вам покажу все, что я наснимал. И посмотрите во всех режимах, как работает камера, фотографии, видео, фронтальная камера. И сможете для себя оценить данный смартфон. Tecno Spark 30C, съемка в горизонтальном режиме. Тоже фронтальная камера. Вот так вот снимает. Вот так вот по стабилизации, если я пройдусь, иду на вытянутой руке. Одна рука держит телефон. Вроде все довольно неплохо. Tecno Spark 30C, съемка на основную камеру. Вот так вот это выглядит. Держу одной рукой. Посмотрите по стабилизации. Двигаюсь. Ну, понятно, что одной рукой хорошо телефон не удержишь. Ну, посмотрим как раз, как отработает стабилизация здесь. Посмотрим вот так вот на качество. Так, ну и все, погнали дальше. Съемка видео Tecno Spark 30C. С рук снимаю. Держу одной рукой. Вот так вот стабилизация работает. Здесь у нас Full HD 30 FPS. В принципе, качество выглядит неплохим. Что ж, на мой взгляд, результат очень даже неплохой. Естественно, учитывая цену данного телефона. Поехали дальше. А теперь давайте посмотрим на, можно сказать, такую самую универсальную модель. Это Tecno Spark 30. Выглядит, в принципе, очень похоже. Отличается вот такой вот глянцевой красивой полоской. В стиле рваного карбона выглядит очень прикольненько. А сама задняя крышка выглядит так же. Также здесь видно инфокрасный датчик, то есть тоже его можно использовать как пульт. Здесь у нас экран уже 90 Гц, но 800 нит, а также Full HD+, 397 ppi. Он более детализированный и такой прям очень красивый. Хотя, честно, разницы много нету. Ну, по яркости разница, конечно, заметна. Потому что в прошлой модели яркость у нас была всего лишь 480 нит, а здесь уже 800. Такой яркости достаточно на самом ярком солнце. Более чем. Не знаю, кстати, в Pro-модели там вообще 1700. Не знаю, зачем столько нужно, не понимаю. Фронтальная камера здесь уже на 13 мегапикселей и качество у нее еще лучше. А основная камера на 64 мегапикселей. Здесь уже прям совсем все хорошо. Ну, здесь по качеству вообще посмотрите, как можно сильно приближать. При этом все очень хорошо видно. Ну, в общем, замечательно. Здесь тоже, конечно же, я все уже протестировал, записал и видеоролики. Записал на фронтальную камеру, на основную камеру, сделал фотографии. Это мы все, конечно же, посмотрим. Но давайте сначала посмотрим на производительность. По скорости работы здесь, естественно, тоже нет никаких вопросов. Все работает очень быстро. Вот TikTok, например, перелистывается без каких-либо малейших задержек. Даже и не скажешь, что телефон бюджетный. По качеству экрана тоже вообще никаких вопросов. Прям очень хорошее качество. Посмотрите, да, то есть и цвета очень яркие, все насыщенное, красивое. По яркости вот сейчас светит лампа, а у меня только 50%. Все-таки запас 800 нит, это серьезно. Если помните, то 30C у меня настраивал яркость практически на максимальную, чтобы картинка выглядела вот примерно так же. Здесь тоже аккумулятор на 5000 мАч, поэтому автономности этим смартфоном, конечно же, будет не занимать. Ну, это, в принципе, видно, что за 36 часов телефоны разрядились на 10% при включенном Wi-Fi, получении уведомлений и так далее. Также здесь, как и в прошлом телефоне, есть интеллектуальные режимы. Есть портретный режим, Super Night. Также есть вот такие вот настройки, можно сказать, уже полупрофессиональные. И еще есть вот такие вот пресеты. Это, кстати, очень интересная вещь, работает довольно-таки интересно. Если будете брать телефон, то обязательно попробуйте, потому что, думаю, это многим понравится. Zoom X2 также хорошо работает, качество очень хорошее. Кстати, напоминаю, что тут 13 мегапикселей, сзади 64 мегапикселя. Tecno Spark 30, фронтальная камера, горизонтальный режим. Вот так вот в движении это все получается. По качеству тоже неплохо, вроде как всего 13 мегапикселей, но довольно неплохо. Также по стабилизации оцениваете, как это все сейчас иду. Одной рукой, вот вторая. А вот она, с той стороны себе немножко запуталась. Tecno Spark 30, горизонтальный режим. Иду, двигаюсь, Full HD 30 FPS, держу телефон двумя руками. Вот так вот по стабилизации, по качеству. Вот такой вот дом. Кстати, очень нравится, что быстро работает автофокус. Вот, например, рука, все, на фокусе. Убрали, у нас в фокусе снова машина. Довольно неплохо. Вот такое вот качество, если я буду снимать себя. Не знаю, сейчас не вижу, держу одной рукой. Вот так вот, поехали дальше. Фронтальная камера Tecno Spark 30. Вот так вот все выглядит, вот в движении. По стабилизации давайте оценим это все. Вот так вот покружусь, еще раз пройдусь. По качеству, на мой взгляд, уже выглядит все неплохо. По скинтону тоже нормально. Так. Вот так вот, если я ничего не двигаю, в принципе. Только сам двигаюсь. Посмотрим, конечно же, более детально уже на компьютере, где все можно будет оценить. И дальше я это все прокомментирую. Обычно у телефонов в таком бюджете камеры намного хуже. Фронталка вообще, я не знаю, обычно 2 мегапикселя. Здесь же все прям очень круто. Так что достойный результат. По производительности этот телефон уже способен действительно потянуть практически любые игры на средних настройках. Ну, конечно, если мы говорим про AAA-игры, то там, конечно, только низкие настройки. Но любые игры этот телефон уже способен запускать, пусть даже где-то на низких настройках. И это уже действительно очень круто, потому что цена смартфона, понятно, что он очень бюджетный. И я уже даже не знаю, вот стоит ли рассматривать какие-то флагманы. Вот здесь, кстати, у меня уже стоят ультра-настройки, но эта игра не очень тяжелая. Я ее показывал на прошлом телефоне. Здесь вообще просто максимальная плавность. Посмотрите, все летает. О, вот килл сделал, видали? Трипл хэдшот. Вот, вы посмотрите, я просто профессионал этой игры, я играю в нее целых 3 минуты. Может быть мне в киберспортсмены податься? Не зря этот смартфон позиционируют как уже такую самую универсальную модель, потому что здесь можно делать, в принципе, все. Здесь есть все приложения, магазин приложений, скачать, поиграть, пофотографировать, снять видео, при этом в довольно неплохом качестве. Посмотрим, что может противопоставить Pro-версия Tecno Spark 30. Здесь уже AMOLED дисплей с яркостью 1700 нит. Просто посмотрите. У меня камера не справляется с такой яркостью. Вот так вот, думаю, будет хорошо. AMOLED дисплей, конечно же, сразу заметен. Очень хорошее качество. Цвета максимально насыщенные и приятные. Также здесь тоже 120 Гц. Вот так вот выглядит задняя крышка. Здесь уже вертикальная линия такого вот рваного карбона. В целом вот эта вот часть выглядит так же, как и на остальных телефонах. Блок камер уже смещен вбок. На мой взгляд, это более удобно, чем по центру. Как-то вот так вот я иногда держу телефон. Это удобно, это хорошо. Также, в отличие от прошлых моделей, здесь вот по краям у нас блестящий пластик. Это Pro-версия. А на 30 и 30C вот такой вот матовый. Также, как и в прошлых моделях, здесь есть инфокрасный датчик. Это замечательно. И основная камера здесь уже на 108 Мп. А фронтальная камера на 13 Мп, так же, как и на версии Spark 30. Также здесь уже процессор Mediatek Helio G100. Это уже довольно-таки такой неплохой процессор. Ну, он бюджетный, но довольно мощный. Также 8 ГБ оперативной памяти. 256 встроенной. Так же есть на 128 ГБ встроенной памяти. И так же 8 оперативной. Только такие варианты. По быстродействию тут тоже вообще никаких вопросов. Все работает очень быстро. Вот TikTok. По качеству тоже все хорошо. Вот все переключается моментально. Что хочется отметить, мне понравился здесь звук. Он какой-то вот более объемный. Во всех телефонах у нас стереозвук, но здесь динамики поприятнее. Не сильно, конечно, но все-таки мне вот понравились больше. Но с другой стороны, конечно же, это самая дорогая модель линейки Spark 30. Это Pro версия. Также за счет мощного процессора здесь уже можно поиграть даже в такие игры, как Genshin Impact. Даже на средних настройках, где-то на высоких. Ну, а, например, на версии 30 только на низких настройках. Такие игры, как вот эта вот стрелялочка, здесь вообще работают просто идеально, просто моментально, даже на ультра настройках. И прошу отметить, насколько яркая и красивая картинка у этого телефона. Все-таки запас в 1700 нит, но это даже, честно говоря, слишком. Этого с избытком хватает даже в самые яркие дни. Плавность картинки здесь просто прекрасная. Так, давайте гранату. Назад отходим. Ой, Headshot тоже очень хорошо. Блин, здесь, конечно, просто все отлично летает. Очень приятный дисплей. Так, поехали. Вот этого сюда. Дабл килл. Как видите, по качеству здесь просто все прекрасно. Максимальная плавность, 120 Гц. Все просто замечательно. Если вы прям очень любите поиграть в игры, то, конечно, Pro-версию стоит рассмотреть в первую очередь. Потому что цена не сильно дороже, но здесь именно вот с играми здесь, конечно, вообще прям очень хорошо. Сюда килл. Вот так вот выглядит это все по качеству. Замечательно. Играть можно здесь уже в любые игры, даже в ААА, но там уже где-то на средних настройках. Смотрите, здесь на ультра настройках видно вот такие вот трассеры от пули. Это очень круто. Конечно, на ультра настройках, на средних настройках такого не было. Здесь также слот под две сим-карты. Это отлично. Все летает, все замечательно. Ну и давайте, конечно же, перейдем и посмотрим, на что способны эти камеры. Ну, все-таки здесь уже 108 мегапикселей. Также интересно понять, фронтальная камера здесь такая же или нет. Потому что я что-то не нашел информации именно по фронтальной камере. Так, здесь по качеству посмотрим, давайте. Смотрим. Слушайте, ну здесь вообще все идеально. И опять же, этот телефон стоит вот в районе 15 тысяч рублей, можно его найти. И с таким качеством фотографии, это прям супер. Я, естественно, поделал уже много фотографий, это мы сейчас все посмотрим. Давайте посмотрим на фронтальную камеру. Слушайте, ну здесь, кстати, даже мне скинтон нравится больше. Вот именно цвет лица, он какой-то более правильный. Давайте попробуем тоже сфотографировать и посмотреть. Сейчас приблизить, обработка прошла. Приближаем. Так, вот так возьму. Слушайте, посмотрите, да, видно даже. Каждые волоски. Очень хорошее качество. Но все-таки, видимо, фронтальная камера здесь не такая же. Там тоже очень хорошо все, но как будто бы здесь еще лучше. Но сейчас я на большом экране запущу для вас видеоролики отсюда и фотографии. И вы сможете сравнить с прошлыми моделями. Стоит ли переплачивать, например, за такую камеру. Tecno Spark 30 Pro. Фронтальная камера Full HD в 60 FPS. Держу телефон одной рукой. Вот так вот все выглядит. Вот так вот будет, если я начну двигаться. Смотрим на стабилизацию. Я дальше, конечно же, это все прокомментирую. Ведь так я сейчас оценить не могу. Ну, хотя сейчас все выглядит неплохо. Думаю, что и в итоге тоже все будет очень даже неплохо. Быстро работает автофокус. Мне нравится. Погнали дальше. Съемка видео на Tecno Spark 30 Pro. Здесь у нас уже доступен вариант Full HD в 60 FPS. Также можно выбрать и 30. Иду сейчас, держу телефон двумя руками. Сейчас буду спускаться с такой мини-лестницы. Понятно, что телефон довольно сильно трясется. Также возвращаюсь. Иду, иду, иду. Ну, так неплохо вроде бы. Вот так вот это выглядит с основной камеры. Смотрите на качество. Держу телефон одной рукой. Сейчас понятно, что он болтается, конечно же. Но посмотрим, как отработает стандартная стабилизация. Tecno Spark 30 Pro. Запись с фронтальной камеры. Full HD в 60 FPS. Вот так вот все выглядит, когда я на месте. Сейчас пройдусь. Так, поехали. Иду, иду, иду. Смотрим на стабилизацию. Держу одной рукой. Так, ну, вроде бы все неплохо. Здесь, кстати, вот скинтон отличается от прошлых камер. Вот так вот поближе это выглядит. Так, подальше. Ну, здесь прям вообще все неплохо. Очень быстро все работает. Хотя и прошлые телефоны, в принципе, неплохо бы себя показали. Но Tecno Spark 30 Pro решил проверить еще раз автофокус. Как быстро он срабатывает. Срабатывает быстро, приятно и хорошо. Что ж, друзья, как думаю, многие заметили, здесь у нас уже есть вариант снимать в 60 FPS. А на прошлых телефонах было только 30 FPS. И за счет этого, конечно, видео становится более плавное. Более такое вот приятное. По самому качеству я сильной прям разницы не увидел. То есть все телефоны, в принципе, снимают достойно. Хорошее качество. Но все-таки вот на 30 Pro заметна такая вот разница. Прям очень хорошей детализации. Ну, однако, если вы фотографируете для себя, чтобы смотреть это все на телефоне или распечатать фотографию, то, в принципе, за такие камеры можно не переплачивать. Потому что разница будет видна только на большом экране или при увеличении картинки. Также, что хочется сказать. Распознавание лица на всех телефонах работает очень быстро и очень точно. Как, думаю, многие заметили, эти телефоны очень похожи и внешне, и по функционалу. Где-то чуть лучше, где-то за что-то, может быть, не стоит переплачивать. Здесь смотрите сами. В чем отличие этих телефонов, если мы говорим про именно функционал использования? Здесь у нас, посмотрите, на версии Spark 30 датчик отпечатка пальцев встроен в кнопку. Вот так вот мы делаем. Срабатывает тоже очень быстро, очень четко. Ложных срабатываний практически нет. Но не знаю, нужно ли это, потому что Face ID, на мой взгляд, конечно же, удобнее. Здесь он тоже есть. В самой универсальной версии Spark 30 также датчик встроен в кнопку. Тоже работает очень хорошо. А вот в Pro версии датчик отпечатка пальца у нас переехал под экран. Срабатывает тоже очень быстро. Ложных срабатываний вообще ни разу у меня не было. Всегда все работает очень четко. Также я решил сравнить все эти телефоны по автономности. Я запустил TikTok на максимальной яркости на 5 часов. Значит, здесь у нас версия Pro, когда я запускал, заряды было 90%, сейчас осталось 54%. Версия Spark 30 при запуске было 84%, сейчас 34%. И Spark 30 на запуске было 83% и сейчас 26%. Из чего напрашивается очевидный вывод. Несмотря на то, что везде аккумулятор на 5000 мАч, автономность у версии Pro значительно больше. На втором месте идет самая бюджетная модель, это Spark 30C. И на третьем месте Outsider здесь Spark 30 с небольшим разрывом от 30C. Честно сказать, я удивлен такими результатами, потому что все-таки 1700 нит яркости. Я думал, что Pro высадится быстрее, несмотря на то, что у него более новые компоненты. Но реальность такова, между 30C и 30 разница небольшая. И она очевидна, потому что здесь больше яркость. Если бы яркость мы здесь понизили, то, конечно же, результат был бы примерно одинаковый. Здесь же на 30 Pro результат вообще меня просто поразил. За 5 часов беспрерывного просмотра на максимальной яркости у нас осталось 54% заряда с 90%. Это просто невероятно, честно сказать. То есть можно TikTok смотреть, вот вы проснулись, включили TikTok, и будете его смотреть до самой ночи, и вам хватит заряда. Это удивительно. Но и у других телефонов линейки Spark 30 тоже очень хороший результат. Потому что 5 часов на максимальной яркости и сожрало только 50% заряда. Ну и здесь получается где-то 57% заряда. В общем, телефоны максимально универсальные. Я теперь понимаю, почему они так популярны и почему так много людей их покупает. Потому что за эти деньги такая вот универсальность, где всё в принципе хорошо. По быстродействию вообще вопросов нету. Ну а по играм, если вы всё-таки любитель поиграть, то, собственно, делайте вывод. Смотрите, во что вы играете. Если вы играете в суперпростые игры, то может быть вам даже не то, что Pro и 30 не нужен. Берите 30C и в принципе никаких проблем. Также по качеству съёмки. Да, если вы снимаете именно видео, то, конечно, здесь вот 30 Pro будет приоритетнее. Потому что есть 60 FPS. Ну, картинка заметна, конечно же, плавнее. Если же вы просто снимаете для себя, то 30 более чем достаточно в этих двух телефонах. Стабилизация здесь, в принципе, неплохая. По фронталкам тоже вопросов нету. Здесь, конечно, выделяется у нас 30 и 30 Pro. Здесь фронталочка немного похуже. Но, опять же, если на неё прям не фотографироваться, например, для видеозвонков и так далее, то здесь качество более чем достаточное. А если вам нужно, например, просто пользоваться телефоном, там посмотреть TikTok, да, такие основные моментики, то, в принципе, можно даже брать версию на 4 ГБ оперативной памяти. Больше вам не надо, если вы в игры не играете. Ну, пассианс можно раскинуть, конечно же, будет и так. В общем, мне все телефоны понравились. Однозначно могу рекомендоваться к покупке. Ссылочки с лучшими ценами будут, как всегда, в описании к этому видео. Поэтому обязательно переходите и заказывайте, если вам понравились эти телефоны. Потому что, на мой взгляд, они прям очень достойные. За свои деньги, я бы сказал, просто топчик. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. Всем удачи и ещё услышимся!